И так свершилось. Владимир Путин подписал закон, по которому он же сам может избираться еще на два срока. Я не знаком с самим законом, но наверняка там имени Владимира Путина нет. Там, очевидно, просто говорится о том, что действующий президент может избираться еще два срока подряд. Но, в общем-то, ясно, что этот закон делался под вполне конкретного человека. И то, как общество спокойно относится к этой ситуации, лишний раз показывает, в общем-то, всю степень разложения общества и его неспособность противодействовать или действовать, скажем так, вполне легальным конституционным образом, выражая то общественное мнение, которое действительно необходимо ситуации. Что же касается образного сравнения этого действия, то мне приходит почему-то на ум Папандопола и свадьбу в Малиновке, который делил весьма своеобразным образом и права, и имущество. Это мне, это мне, это мне, это тебе, это мне, это мне, это тебе. Нет, это тоже мне. Вот что-то вроде вот этой свадьбы в Малиновке мы сейчас и наблюдаем. Только в реальной свадьбе в Малиновке участь Папандопола была вполне определенной. Ну, а чем кончится нынешняя, вот, простите, собачья свадьба? По жирному виду. Я думаю, что то, что сейчас есть, это сплошное нарушение конституции, начиная с самой первой главы. Можно отдельно взять конституцию. Вот она у меня здесь в руках, но проезжаться по ней, повторяю, это отдельная песня. Но все основные положения конституции нарушаются самым злостным образом. Начиная, между прочим, с того конституционного положения, что в Российской Федерации равным образом обеспечиваются права всех форм собственности. И перечислено, и частное, и кооперативное, и государственное в том числе. Но на протяжении всех 20 лет президентства Путина не просто дискриминируется, а просто уничтожается. Попирается права и игнорируется права только одной формы собственности, государственной. А все, в общем-то, как мы знаем, строится на материальном базисе. И вот этот базис прочности государства и благоденствия народа, он подрывается вопреки конституции. Ну, я уж не говорю о том, что конституция формально прокламирует равенство всех идеологий и отрицает как главенство какой-то одной идеологии. Ну, если мы возьмем, просто посмотрим на всех каналах, и прежде всего на федеральных каналах, которые финансируются государством, какие темы преобладают, какие фигуры на различных, как я их называю, сток-шоу фигурируют, то мы увидим, что единственной главенствующей, поддержанной государственной идеологией является антисоветская, антикоммунистическая идеология. Ну, и так далее. Поэтому говорить о том, что Путин игнорирует, ну, не собственную конституцию, а ту конституцию, которую навялил родной стране вот его духовный отец Борис Ельцин, это, в общем-то, произносить как тривиальная истина на уровне дважды два. Вопрос в том, кто это скажет ему весомым образом, поскольку, ну, Сергей Кремлев может говорить что угодно. Это не какой-нибудь непотребный ролик, который собирает миллионы лайков и, соответственно, имеет так или иначе какую-то общественную поддержку. Но ведь сейчас надо бы высказать свое отношение к этому акту, той же Академии наук, руководству фракций, которые голосовали против, да вообще тем же деятелям культуры, если не считают себя деятелем культуры. На самом деле, в общем-то, нас затягивает во все более и более страшную ситуацию. Я глубоко убежден, что, например, сейчас положение России по отношению к развитым странам намного более угрожающее, потенциально трагичное и страшное, чем положение предпетровской Руси. Если бы не Петр в длиннополых кафтанах, мы бы Полтаву не выиграли, и Карл XII пришел бы в Москву. Но он не пришел. Потому что, в общем-то, ликвидировать разрыв технологический, организационный между Россией и Западом было не так уж сложно. А сейчас наша экономика мало того, что во многом прямо принадлежит Западу, но она ведь еще и структурно-ублюдочно. Мы не имеем собственного производства чипов, а после этого уже, собственно говоря, и говорить-то не о чем. Пора выбрасывать лозунг отечества в опасность. Не социалистическое отечество, не российское отечество, а просто отечество. То, которое персонифицирует современное общество. А мы вместо этого занимаемся бирюльками. Поэтому, если в достаточно обозримый период общество не поймет таким весомым образом, то вот о чем, в частности, говорю я и не только я, то, повторяю, нас может дать страшное будущее. Редактор субтитров А.Семкин